Доброе всем утро, всем большой привет! Немножечко о мистике. Сегодня мне снился в не очень приятном сне бывший. Я захожу в инстаграм, и он мне лайки поставил. Совпадение? Не думаю. Странно, конечно, это очень странно. И такое часто бывает, ну, не про бывших сейчас, а про то, что бывает что-то сниться или где-то какое-то дежавю. И это повторяется, или как-то это всё совпадает, и это как-то страшновато. Я же тогда в честь жизни выпала, вообще на ютуб не снимаю, толком ничего нормального. На то хочу снимать, понимаю, что день какой-то скучный, не о чём, мне нечего вам снять, нечего вам рассказать, нечего вам показать. Хочется там с Лёшей пойти куда-то погулять, а он тоже то на работе, то он с музыкой занимается. Вот вчера у нас была суббота, я думала, что мы куда-то поедем, и снимала влог, в итоге ничего не вышло, ничего не выложила. Поэтому пытаюсь сегодня, в воскресенье. Надеюсь, вы не скучаете без меня. Как можно вообще скучать, когда столько вокруг блогеров, и вообще они уже все достали, наверное, всех. Я сегодня очень расстроилась, сегодня на завтрак делала вафли шоколадные, и всё сделала чётко по рецепту, и даже вафель со всех сторон, ну, в смысле, вверху и внизу смазывала маслом растительным, и масло было в тесте, всё равно они чуть-чуть приставали, и получились какие-то плоские. Короче, я не знаю, наверное, вот вот получились у меня первый раз вафли шикарные. Больше они у меня такими, наверное, никогда не получатся. Ну, я не знаю, очень меня это, конечно, расстраивает. Надо будет попробовать ещё сделать вафельницы не вафли, а панини, например, или что-то другое. Там даже овощи можно запекать. Вот с вафлями что-то как-то не складывается, и всё. И я вам так скажу, тесто я сделала как бы на несколько порций вафли, то есть, наверное, на две. У меня чуть осталось. Я не стала вафли снова делать, и я попробую сейчас из этого оставшегося теста сделать парочку оладушек. Это, конечно, экспромт полный, но вдруг получится. Ой, нет, фиаско. Это просто никак не спасти. Это какой-то кошмар. Я думаю, прикол в том, что в рецепте слишком много молока. Что-то ерунда какая-то. Я психанула, короче. Я это просто всё выкину. Вот неудачный рецепт. Не удалось ничего, нечего это даже спасать. Зачем пытаться спасти утопающего в этом случае? Просто. Что такое? Придётся переодевать горе. Так я его только ещё не надела. Я его только вчера погладила. Я его только пару дней назад постирала. Капец. Неудача. И ещё неудача. Я написала в Йогу Спейс, чтобы купить к Юле какие-то занятия, абонемент, то-сё. А там мне даже и приблизительно не могут сказать, когда к ней освободится место. То есть меня взяли как на заметку, типа, когда там что-то освободится, мне напишут. Но там в ближайшее время вообще ничего нет. Просто ничего. Поэтому мне придётся искать какую-то тренировку в Ютубе или где-то ещё, чтобы не запускать, чтобы растягиваться дальше дома самой. Утро доброе! Мне там давно в комментариях писали, что ты снимаешь ни о чём, о шоколадках говоришь. Покажи достопримечательности города. Учитывая, что я их сто раз показывала, и тут я вот сейчас нахожусь тоже на площади, на одной из достопримечательностей нашего города, пожалуйста, вы хотели? Наслаждайтесь эстетикой. Очень красиво, да? Поэтому ничего не показываю, потому что когда наступает такая погода, когда вот так у нас в городе, он достаточно серый и мрачный, и в принципе показывать особо нечего. Учитывая, что я уже показывала много чего, поэтому вот я ничего в городе и не снимаю. Ну, согласитесь, что это ужасно. Даже фонтан вот, ну, пустой, грязный. Это выглядит аккуратительно. А? Зима. Там, ну, зима не зима, но любоваться нечем. Гулять толком негде. Здесь Лёша изобрелись немножко в другую сторону. Отошли от маршрута привычного. А здесь ребята в футбол играют на поле. Тут, получается, насколько мы поняли, как это называется? Ну, да, он есть ПФК Металлур. Это, как я понимаю, тренировочные комплексы. Такие окна, он страшный. А тут комплекс. Жутковатый. Ну, у нас же команда наша Металлур. Вот здесь ребята тренируются. Ну, а тут какая-то игра. Наслажды по их форме. Игра такая же профессиональная, как у нас была. Так они могут чисто с тобой. Это нет, там два рефери бежат с флажками. А как по-твоему учатся на нормальных футболистах? Какие-то всякие игры посредственные проходят, да? Я вот формирую. Может, это как тренировка, в тренировочном плане. Там уже типа чемпионат какой-то городской. Да, ты же помнишь, как мои конкурсы по танцам проходят? Нет, как наши футбольные. Ну, то, как мы на этом, скажи, в универе играли, так же и соревнования проходят, городские. Точно так. Да, вот. Что, что ты туда удивляешься? Боже, как уныло. Лянь. Хороша диета просто. Друзья, кто-нибудь знает, что это за уродливое здание? Заброшенное, все ужасное. Оно находится вот на бульваре Шевченко. Выглядит как вот, ну, постройка советского времени. Мне просто интересно, что это могло быть. Внутрь мы не рискнули зайти, потому что там как-то не очень. И вот тут как будто бы даже какой-то въезд сюда. Просто интересно, почему это взять и не убрать? Это ужас. Оно огромное, оно страшное. Оно заваленное мусором. От него воняет. И оно находится прямо, грубо говоря, в центре парка. Вон там внизу сразу детки играют, все такое. Ну вот. Здесь сопримечательность номер два. Мне просто интересно, может кто-то знает, что это было раньше. Может какой-то кинотеатр большой. Я ставлю прямо так, понятно. Ну а как ты думаешь? Насмотрелись мы на прекрасные серые пейзажи. Надоело. Поедем в кино. У нас по сути вот так вот, когда мы выбираемся куда-то гулять на выходных. Там склад один. Сходить в кино там. Я не знаю, мак поесть. Кофе купить. Хорошо будет просто, когда будет зелено, все, тогда можно будет и в парк, и на Хортицу. А так там делать нечего. Там реально вот я сейчас поняла, насколько мне стало грустно, насколько я впала в депрессию, когда я увидела все эти улицы, не проспекты, именно улицы за проспектом, без зелени. Это выглядит очень-очень гуручно. А когда вот листва там, да, мне там Леша говорит уютно. Я об этом всегда говорю, что уютненькие дворы, я их люблю, а сейчас я их не вижу. Такое. У меня были нормальные отзывы. Какие нормальные отзывы? Нормальные отзывы, даже обзорщик сказал, это ничего, фильм, ничего. Какой обзорщик это сказал? Ну вот, что ты слышал. Он сказал, что ничего, но это жизнь. Ужасный фильм, мы ушли спустя 30 минут. Какой? Непочти час. В 10 минут мы ушли, считай. Это мы что-то долго смотрели? 45 минут, это... Бред, сумасшедшего. А еще знаете, что самое странное? Что показ был фильмов в таком маленьком зале, мы в таком еще поводу не были. Во-первых, дискомфортно было. На 10 человек, реально, так было страшно. Такую закрытая, глухая, страшная маленькая черная комната, мало людей. Ужасный дебильный фильм. Мы быстро, ну как быстро, мы ушли. И сидишь там, посадка этих кресел, как вот просто на табуретке. На обычном стуле. Ты сидишь, ни ноги никуда не деть. Ноги свисают, до конца не достают, а лимиты с тобой короткие какие-то. Как-то сегодня не идет день вообще. Ты индей какой-то. Меня у меня просто вынес этот фильм, мне просто взорвал мозг. Потому что он тупой. Есть ужасы, типа сейчас такие необычные, типа реинкарнации, которые немножко странные. Ну типа, и ты их не понимаешь, но хочешь разобраться. Здесь просто набор дебильных кадров. Солнце-состояние вот так. Солнце-состояние, это даже солнце-состояние, это даже солнце-состояние, он отвратителен, но тебе интересно разобраться. Да, что оно такое? А тут тебе просто неинтересно, набор скетчей, снятых на дорогую камеру. Короче, не ходите, тысяча-сто свечей, что-то такое, мимо. Слежаста свечей, это пильды какой-то. Бессмысленная, кому сопереживать. Ты только начинаешь проникаться каким-то этим, упс, ключ закончился. А, там же несколько простых историй в фильме, типа какая-то из них там драма, подымает, ну тебе по барабан на этих персонажей. Ты только начинаешь с ними проникаться, а она уже закончилась. Ты начинаешь, ну, хотят сопереживать, так это маленького мальчика. Только-только начинаешь сопереживать, начинаешь вникать, что вот с ним явно что-то не то, раз он такая игра такая показывается. И вадим, и все закончилось. Наконец-то мы приперлись в эпицентр, чтобы купить сверло для, 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 для этого. Как он, дрель или перфорад? Это по бетону. А? Это по бетону. Ты мне ответил на вопрос? Не знаю. Сам не знаю? Ну, нам же надо этот кормит, как-то там придрелить, присверлить. Мне нужно сверло для отверстия правильного, чтобы штору повесить на кухне, наконец-то. Что за чудесный маленький обогреватель? Посмотрите, какой он классный. Капец, если бы он мне нужен был, я бы купила себе такой обалдеть. Он такой милый. На нем можно носки сушить. Потому что, реально, у нас батареи как-то так монтированы в стену, потому что там ничего не посушишь на них. И вот зимой, в сырую погоду это очень-очень мешает. На балконе вещи долго высыхают, все равно от белья не хватает батареи. Леш, иди сюда. Да, какая классная. Я тебе обогреватель. Ты мне просто смотрю, какой он хорошенький, маленький. Я таких все не видела. Носки твои сушить, блин. Нахера тебе обогреватель. Ты мужик не стираешь. Что ты нас позоришь? Промнишь. Не нас, а тебя. Та-дам! Мы сделали! Мне очень нравится. Мне очень-очень нравится. Это в сто раз лучше, чем было. Понятно, что всегда есть куда расти, но так прям глазу приятнее, когда заходишь в комнату, не бросается тут карниз ужасный коричневый в глаза. Не бросается эта короткая оляпистая штора. Теперь они такие аккуратные, невесомые тюльки. Блин, они такие классные. Можно так раз и раскрыл окошко. И тут вот так вот впустить свет, например. Класс. Мне очень-очень нравится. Прям очень-очень стало нежно как-то. Спасибо Китаю. У нас тут цветок сильно наклонился. Сейчас Леша что-то пытается придумать, чтобы его подвязать. Потому что он как будто бы не выдерживает собственного веса. Я лучше сбоку вот тут продырявлю лутку. Так я и думала, что ты лутку продырявишь. У меня не было денег. Не стенку, а лутку. Только есть. Что? Что? Дурак я. Что, выкинул сверло, да? Нет. Вот оно? Нет, это сверло. А что? Маленький-маленький дебилек здесь. Как раз маленький саморезик. Не дебилек, а саморезик. Что ты его выкинул? Да. Что копать теперь? Музырьки. Тут же чистый пакет новый, да? Да. Там ничего нет. Так, а я пойду... Маленький классный, еле заметно даже на лутке его. Смотрите, как классно. Я еще поправлю, чтобы ровно было. Смотри, какое мусорки. Я вообще стану классно. Какой молодец мусорки нашел. Я возьму сейчас этот обзор, вам покупок покажу. Это мы... Я сразу погнала шторы гладить. Леша делать этот карниж и шкрипит. Про покупки забыли все. Итак, зашли мы в Ашан. Купили громадные яйца от Квочки XL. Реально они огромные. Вот. Смотрите, какое яйцо большое. Реально все выросло в цене. Прямо в один момент все выросло в цене. И мы это замечаем по сумме, которую отдаем за там обычные какие-то продукты. Леша какую-то фиэту взял новую. Маклер. Ну, она по цене-то на то и уходит, только это какая-то другая или больше. Ну, сельпо такой нет просто. А тут же мы в Ашан заехали. Искали бездрожжевый хлеб, там без сахара и нашли. Нашли именно чиабатту. Бездрожжевую солодову. Как она переводится? Солодову. И белую такую, с пшеничной муки. Но, да, бездрожжений, без сахара в составе. Такие мягкие, классные. Я снова взяла гель для душа. Тезорит дироренте, или как он там так называется, итальянский. На этот раз запах, сейчас скажу, какой. Лотос и масло ши. Тоже помню, я его нюхала, он классно пахнет. Тот еще не закончился, но я уже взяла этот, потому что я видела, что они в Ашане есть. Я-то взяла вот такие хлебцы. Я с хлебцами замечался как-то. Рисовые, да? Ну, там состав. Ну, я, смотри, вот долго стоял возле этого стенда с рисовыми хлебцами. Я-то взял, как всегда есть, я думаю, как хотел, что там выбор такой огромный. Да, вот ты с тыквой взял. Да, с кафинами семечками или что. Я взяла творог. Очень хочу сделать сырники свои любимые из манки и творога. Из двух ингредиентов, реально. Вот такой натуральный йогурт. Мыло, да, большое взяли. Большое было только с огурцом. Мой любимый сыр. Чем проще, тем лучше. Вот тенора молочные очень сильно люблю. Взяли кабель. Взяли шнур, который подключается к телевизору. Это уже третий, да, по счету. Потому что они у нас постоянно ломались. Чтобы подключать ноутбук к телеку в спальне и смотреть винчестеров. Мы хотим очень перенести телевизор в зал, но пока мы не можем найти ножки подходящие. Ну, со временем, я думаю, мы что-то придумаем. Что мы придумаем, мы найдем ножки? Найдем, да, какие-то. Просто мы не можем найти, потому что мы не ищем. Да. Я тебе так скажу. Надо заняться этим вопросом серьезно. Взяли в Ферри огромную банку. Нет, Леша взял такую большую. Ну, реально как-то быстро заканчивается. Еще Леша очень сильно захотел сладкое, так как он ограничивает себя в сахаре. Не ест его вообще. Конфеты Бобчик идеально подходят. Они есть яблочно-вишневые, яблочно-малиновые, и еще есть манговые. Вот манговые, наверное, самые крутые, самые топовые. Если найдете, пробуйте обязательно. Они действительно без сахара, без глютена, без красителей. Здесь натуральный шоколад бельгийский и фрукты. Вещь. Вообще Бобчик. Как только он появился на прилавках, я его приметила и очень уважаю продукцию этой фирмы. И, наконец-то, купила рисовую муку. Фу, ура, господи. Я так давно хотела, чтобы она появилась у нас дома, чтобы я из нее тоже что-то готовила. Поэтому в скором времени ждите из меня каких-то таких простеньких рецептов на рисовой муке. Вот такая, кстати, стоит 70 гривен, по-моему, рисовая мука. Она очень интересная, очень интересная по текстуре своей. О, да, так хорошо. Блин, и видно будет эту ниточку, конечно. Ничего страшного, нет, мы ее же пообрезали. Не, ну, главное, чтобы дзеточку было хорошо. Как же красиво, как же красиво. Господи боже. И да, за все это мы отдали 700 с копейками. Вот. А я все разберу, и на этой прекрасной, чудесной, веселой ноте я буду с вами прощаться. Да, спасибо за то, что смотрели. Пишите, как вам штора. Понимаю, что многие не проникнутся в том, что это Китай. У всех до сих пор эти предрассудки по поводу Китая. А я считаю, что все вокруг нас практически китайские вещи китайские. Какие-то товары там бытовые китайские. Господи, большинство людей на планете делаются в Китае. Вот именно. Я вообще очень хорошо отношусь к Китаю, к их продукции. Да, она бывает иногда некачественная. Но у меня много чего дома с Нюшик и вообще с Китая. Я этим довольна. И я очень сейчас довольна вот этим уголочком. Он очень уютный получился. Спасибо Лешу за то, что он наконец-то сделал. И карниз белый вписался. В общем, хватит об этом. Всем спасибо. До новых встреч. Пока. Хорошо? Хорошо. Хорошо.